Силовые экстримы, набывая все большую популярность, городские святы не обыходятся без конкурса, где выбирают самого мощного человека. До этого часа на таких споборницах свою мощь уявляли выключены мужчины. Однако сегодня дошла черга и дежаншин. Одна из первых стран вумен Беларуси, будучи лясник Кристина Морозова из Лельчицкого района. На рахунку студентки Гомельского державного университета им. Франциска Скарына рекорды 70, 115, 160 килограммов. Девчина родом загоргородка Стадоличи. Коли поступила в Гомельскую ВНУ, стала тренироваться у Дюшар Гомсельмаш. Одночас прочитала, что в Гомеле проводятся споборницы по силовым экстриме. Связалась с организаторами турниру Бизон Стронгмен и Стронгвумен. Первый раз выступила селита в Липене, выпробовальна. На споборницах она, до речи, была одной девочиной. Кристина 14 раз операкулила 160-килограммовую шину за 90 секунд. Я не могу сказать, что это такое, что это необычное. Согласно, тяжело, нужно много работать, нужно упорно работать, но это такой же вид спорта, как и другие. Если вы чувствуете, что это ваше, если вы хотите это попробовать, почему нет? Если я прихожу, допустим, в зал, я чувствую, что это мое. Если я не похожу, допустим, неделю-две на тренировки, я чувствую, что что-то не так. Чего-то не хватает, пусть какая бы хорошая полноценная жизнь не была. Уверостни Кристина снова включилась и экстремальные старты турниру «Бизон Стронгмен» и «Стронгвумен», которые проходят в Гомеле при поддержке городской организации БРСМ. Тут ей рекорд – поднимание перенос камня у 70 килограммов, с яким девчина переодолила 68 с половой метров. Но силовый экстрим – это все-таки хобби, основная тяжкая атлетика. Девушкам немножко легче у нас штанги, они, естественно, не поднимают как парни, у них своя подготовка, своя программа, естественно, нагрузки не такие поначалу, но потом они немножко крепче становятся и уже в силу своих возможностей каждая девушка поднимает по-своему. Насколько тяжело работать с Кристиной? Можно одним словом – легко. Человек трудолюбивый, работает, знает, чего он хочет, стремится выступать везде, где возможно выступить. В планах на будущее у Кристины опробовать буксировку автомобиля, однако на первом месте в учебе и тяжкая атлетика. Вероника Хамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».